3,5 тысячи звонков в минуту. Такой цифрой можно измерить желание россиян задать свой вопрос президенту. Сегодня прошла прямая линия с Владимиром Путиным. Вопросы и ответы внимательно слушала моя коллега Василиса Лукашевича. Она в студии. Василиса, вы сами пробовали дозвониться? Да, Ольга, действительно, я набрала прямой номер линии прямой связи с президентом, на котором вежливо голос автоответчика мне сообщил, что я должна оставить свое имя, отчество, фамилию, город, из которого звоню, и вопрос, причем уложиться все в минуту после звукового сигнала. Ну, нам никто не перезвонил после этого, но все-таки есть несколько десятков людей, которым удалось спросить что-либо у президента. Среди них много известных лиц, например, главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов, который открыто спросил, не сравнивает ли себя Путин со Сталиным, учитывая процессы против панк-группы Пуссирайт, например, Навального и закона об иностранных агентах. Вот что ответил президент. Никто, никого специально за решетку не прячет из каких-то политических соображений. Не за политические взгляды и даже за действия люди осуждаются в судебном заседании, а за нарушение закона. Все должны его соблюдать. Владимир Владимирович сегодня активно раздавал прозвище. Так, мэра города Береговой Омской области Путин назвал поросенком, а Алексея Кудрина с очком, поскольку тот отказал президенту за предложение вернуться. Кудрин заявил, он хотел бы заниматься реальными делами, а не ручным управлением. Система полумер и полуреформ сегодня не сработает. Россия не развернется тогда от нефтяной зависимости. Но я говорю, что мое мнение самое важное или истинное, но должна быть эта программа. Вот сегодня мы не имеем программы разворота страны от нефтяной зависимости. По вопросу, касающегося дела оборонсервиса, Путин, что называется, перевел стрелки. Он заявил, что случилось все, когда он еще не был избран главой государства. То же самое сказал президент по поводу летнего времени, мол, это была инициатива Медведева. Кстати, о переводе часов Путин неудачно пошутил, по мнению блогеров. У руководителей колхоза, которые живут по своим непереведенным часам, президент спросил, знают ли они, что Ленин уже умер. Разнес гарант Конституции депутатов Госдумы, которые массово разводятся с женами, чтобы скрыть доходы. А вот что Путин ответил на вопрос про хиджабы в российских школах. Ничего хорошего в этом нет. Есть, конечно, национальные особенности в национальных республиках. Но то, о чем вы сказали, это не национальные особенности, а это демонстрация известного отношения к религии. В нашей стране и в мусульманских регионах никогда такой традиции не было. Говорил президент и о проблемах в сфере ЖКХ, и о том, что у нас сбой системы управления на местах. При этом на критику правительства заявил, что правительству всего год, и никакая чехарда кадровая не нужна. На вопрос по поводу качества дорог заявил, это исконно русская беда. О другах, правда, умолчал. У меня все, Ольга. Продолжение следует...